В этом году зимняя гонка собрала всего около 30 участников, все из Нефтекамской Николы Березовки. По словам организаторов, всему виной тяжелая экономическая ситуация, которая повлияла и на отсутствие спортсменов из соседних регионов, и на уменьшение числа спонсоров. Зато в этом году соревнования проходили на новой трассе протяженностью около километра. Трасса эта, в принципе, у нас она довольно-таки новая. Мы здесь проводили осенью Нефтекамскую колдобину, и вот проводим первую зимнюю гонку. Эту трассу отличает от предыдущих гонок то, что мы там проводили трассу в чистом поле, она была не очень ровная. В этом году трасса получилась у нас такая укатанная, ровная, приятная для управления. Здесь больше мастерства уже требуется, чтобы проходить ее быстро, потому что, ну, скажем так, лед у нас получился более ровный. Ну, техника вождения решает в этом году. Мастерство вождения прибавило зрелищности гонкам и позволило поверить в отечественный автопром. В классе полный привод водитель УАЗа смог выбить третье место у японского Субару. Не-не-не, успеет, 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 успеет. Ура! 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 Давай, Ильдарчик, давай, Олана, давай, давай, давай. Зимние трековые гонки для некоторых стали семейными. Причем всей семьей сюда приходят не только посмотреть, но и поучаствовать. Рамиля Хазиева сама водитель со стажем больше 20 лет, но сегодня она болеет за своих мужчин. У меня и сын участвует, и муж участвует. Вот муж стоит. Сын поехал с БМВ, сейчас катается, за третье место. Я болею за него, лишь бы вот сейчас третий круг он не забыл проехать, маленький шокер. Хочу, чтобы он победил, да. Хазиевы, отец и сын оба состязались в классе задний привод. Они оставили позади немецкий автопром и заняли второе и третье место пьедестала почета. По словам отца, залог успеха в сочетании исправленного авто и мастерства водителя. И то и другое, обязательно то и другое. И колеса, двигатель и мастерство, естественно. Своим мастерством он поделился и с сыном. Ильдар всего третий год за рулем, а эти гонки стали для него первыми. А потому занять третье место для него особая честь. Отец каждый год участвовал и в этом году решил тоже поучаствовать по залу мне с собой. Вот, как говорится, третье место. Готовились, приезжали, трассу смотрели. Прокатились было немножко. По большей части в зимних трековых гонках соревнуются уже опытные водители, которые не первый год за рулем и не первый раз на треке. И победителями здесь, как правило, становятся неоднократные призеры. Сергей Кожевников свое увлечение автоспортом не считает. Но среди нефтекамских любителей он уже не первый год лидер. В этом году он участвовал в классе «Передний привод». А все какие гонки вот есть, я практически во всех участвовал. С самого еще на телевыш, когда было, потом на НБШ, ну и стараюсь постоянно кататься. Постоянно разные приходится ездить. Какая машина ездит, такая. Постоянно разные машины. И в заднем, и в переднем, в полном приводе ездили. Во всех. В Уфу катались даже. В Орду на Ординский Ухаб ездили. Ну здорово, вы сами прокатились, попробуйте. Победителем в классе «Задний привод» стал Ранис Миргазов на ВАЗ-2107. В классе «Полный привод» Ильшат Гильванов на Субару Форестер. Следующие гонки ждут любители автоспорта, предположительно, в сентябре. Тогда должна пройти нефтекамская колдобина. Анталия Бурова, Ильшат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова